Всем привет! В эфире заметки о Черкесии и сегодня я хотел бы поделиться с вами результатами поездки в Сочи, расследование даже о моем личном путешествии по тем археологическим точкам интересным, о которых я хотел бы с вами поделиться сегодня. Но прежде чем начать этот выпуск, я хотел бы обратить ваше внимание на одного интересного парня из Корчавы, Черкесии. Зовут его Амар Жужуев и у него очень замечательный, на мой взгляд, канал, во-первых, в Ютубе, где он снимает о разных вопросах, касающихся черкесов и абазин, а также берет интервью с различными известными деятелями в Карачаево-Черкесии. На мой взгляд, один из лучших каналов у Черкесии, из-за того, что мне встречалось, попадалось в Ютубе. Кроме того, у него есть еще дополнительная страница в Инстаграм, которая сейчас представлена на экране и ссылки на них вы можете найти в описании к данному ролику и в несколько групп ВКонтакте. В частности, это одна из групп, которая наиболее, такая достаточно известная ВКонтакте, это Черкесия ТВ и различные в формате достойные адыги и абазины. В общем, рекомендую подписаться и поддержать этого парня, особенно в Ютубе, потому что тема интересная и у него это хорошо получается. Ну и перейдем, собственно, к сочинскому вопросу. Сочинский вопрос. Значит, путешествовал я там в окрестностях Сочи примерно 4 дня. За это время мы записали ролик с Константином Глазовым и Андреем Кизиловым интересный. В ближайшее время мы его спонтируем по истории античной Сочи и я его выложу, скорее всего, в формате двух частей, потому что там много получилось. Что касается, собственно, мест, которые я посетил. Ну, в общем, начнем. В первую очередь, это известное такое место, святилище, Кудепстинский жертвенный камень называется. То есть, это такой интересный камень в районе Кудепстин находится, как вы поняли из названия, который выполнен в форме как бы выдолбленных двух сидушек из камня. Камень по своей структуре тот же, из которых делают дольмены. На его счет есть различные мнения, то есть, какое предназначение было у него. То ли это сидение для жрецов, которые таким образом садились и наблюдали за некой процессией. Либо, наоборот, это место, где приносили жертву какая-то. Да, там, допустим, условного ягненка резали здесь. То есть, дольменов вокруг не обнаружено. Поэтому его относят именно к жертвенному камню, к святилищу больше. Ну, такое мнение на счет, такая загадочная вещь и достаточно легко доступная. Дальше поездка, значит, перенеслась в Вадлежский район. Здесь, значит, удалось посмотреть на различные крепости и крепости храма. Как правило, византийского периода. Ну, первая была такая достаточно известная крепость Ачепсе. Находится она в поселке Стосадок, в горнолыжном курорте на Красной Поляне. Километр, может, от силы от центрального вокзала. Собственно, такой холм там в устье, в закутке, образованном реками Ачепсе, впадающий в Лауру. А Лаура, в свою очередь, впадает здесь в Мзым. То есть, такой вот, как бы, пологий холм получается. На этом холме на его вершине находятся остатки крепости. С ней очень хорошо прослеживается, в общем-то, весь поселок Стосадок. А с другой стороны подъемники Газпрона. И здесь, что интересно, сохранились довольно большие массивные остатки стен. Некоторые высотой до 4 метров. То есть, это западная башня, восточная башня, стена. В общем-то, те раскопки, которые проводились на месте, показали, что там между ними было огромное пространство всего этого холма, заполненное жилыми постройками и храмами. И еще там нашли даже какие-то траншеи эпохи Великой Отечественной войны на окраине. К сожалению, крепость снизу, вход в нее забором огорожен. Но там есть дырки, можно, кажется, пролезть. Я так понимаю, смысл был в том, что несколько лет назад, когда ее последний раз исследовали археологи, предполагалось сделать там музей под открытым небом. Но приоритеты поменялись, плюнули на археологический туризм. И, как бы, крепость осталась брошенной на сегодняшний день. По поводу ее истории, она была построена, вероятно, всего византийцами в эпоху Юстиниана, когда большинство крепостей строилось на побережье, когда христианство продвигалось в эту зону. И, по одной из версий, вероятно, что эти территории вдоль Мзымты и, уходя дальше по тропе туда, в Карачаево-Черкесию, находились под прямой зависимостью политической, по крайней мере, от Византии. То есть крепости эти нужны были для того, чтобы поставить на охрану путь ответвления Великого Шелкового Пути, называемого Псиашинской ветви, которая как раз проходила через Карачаево-Черкесию, через Иландские территории и сюда к побережью. И вот эта крепость, она являлась одной из самых ключевых центров. То есть ее цель была охранять торговцев и предоставлять им ночлег. Использовалась эта крепость как минимум до 11-12 века, после чего византийцы ушли, когда Константинополь был разрушен, ну точнее захвачен крестоносцами и политическая сила Византии была утрачена. Сюда постепенно пришлись, как показали поздние исследования, генуэзцы, уже с какими-то своими целями. И крепость еще в небольшом формате использовалась до 14 века, после чего была заброшена, ее просто использовали уже местные жители в качестве хозяйственных целей и редкой такой обороны, когда там какие-то международные стычки были. И все, в общем-то, на этом закончилась ее история. В общем, пробраться тут легко, 15 минут ходьбы наверх, вот в стоянке транспорта внизу, там около моста через Лауру, и вы наверху. Следующая крепость находилась непосредственно в самом поселке Красная Поляна, в том старом именно поселке на правом берегу Мзымта. Когда-то давно я уже рассказывал, что если проехать через Красную Поляну вверх, туда вот, в сторону города, до самого конца, там вдоль русла реки Бешенки, то наверху, на правом ее берегу, на таком плогом холме находятся колодцеобразные дольмены. Там еще некоторые сумасшедшие все время ходят. А вот если проехать в центре поселка налево, прямо к берегу реки Бешенки, там такой небольшой мост, около ресторана, там стоянка, и дорога идет вверх вдоль такого водопровода на так называемую Ермоловскую панораму. И если вот не доходя до Ермоловской панорамы, там свернуть наверх, на холм, по тропинке, то на самом верху найдется огромная такая куча камней, сложенных из песчаника. Это вот руины крепости Бешенки, первой причем. Здесь, конечно, все плохо сохранилось, потому что сухая кладка была, потому что она, в принципе, очень маленькая была, скорее, это как дозорная башня же была. И в отличие от крепости на Ачепсе, которая была скрепляющим раствором, на которой камни были скреплены, то здесь просто сухо не наложено было. На этом пятачке, в общем-то, остались руины этих камней, они изучены, в принципе, примерно те же самые периоды, разве что, наверное, генуэзцы их не использовали. А единственный минус, что здесь какие-то то ли кришнаиты, то ли анастасиевцы, наверное, кришнаиты побаловались, и из камней этой крепости устроили какие-то башенки, какие-то сооружения себе собрали, повыбивали на некоторых камнях какие-то знаки. Ну, каждому свое, но это археологический объект поставлен на охрану, и я думаю, ребята скоро получат возмездие от властей из-за этого. Следующим интересным объектом в долине Мзымта является, как называемый, храм-монастырь. Он не имеет какого-то имени конкретного. Находится он около поселения Монастырь. Там немножко сложно добраться, потому что по пути в Красную Поляну там необходимо свернуть налево, там такая небольшая электростанция, подъехать внизу через пикники, под речкой, вдоль насыпи пройти, попасть на другую сторону железной дороги. Обычно туда ходят туристы, там называется пасть дракона, водопад такие есть, очень популярное место. Так вот, к водопадам идут прямо с площадки, когда перейдут уже на эту сторону, а вот на храм поднимаются наверху, такой довольно такой сложной тропинки. А что интересно, там проводились археологические исследования, причем некоторые не так давно, и храм этот был очищен и как бы законсервирован, восстановлен. Ну, то есть, все это была территория вычищена, и очень красиво получилось такой храм, примерно с метра высотой стены, полностью сохранившиеся, очень хорошо, то есть, нужно внутри походить, вот, посмотреть, как это все было сооружено, повредить по дверям, вот этим всем выйти. Храм представлял собой, ну, не просто храм, а еще и крепость, сооружение, которое для обороны было. То есть, из этого делают вывод, что не так-то все просто было, с христианизацией этого местного населения, и что не зря требовались крепости и храмы, что местное население все-таки не в полной мере поддерживало византийскую власть, очень активно и сопротивлялось. Из этого места очень красивые виды, в общем-то, на долину реки Мзымта. И четвертым храмом, который тоже находится в долине реки Мзымта, называется Ахштырский храм. Он самый популярный, наверное, у всех, но единственная сложность туда попасть, из-за вот этих кольцевых сумасшедших развязок адлерских, нужно понять, как попасть в село Ахштырь, которое находится с правой стороны от железной дороги, ведущей в Красную Поляну. То есть, лучше всего заезжать через Адлер и из самого центра поселка вверх двигаться. Либо по пути, но нужно знать, где сделать поворот, потому что никаких знаков там, конечно же, нет. А навигаторы все путаются. Ну, если разберетесь, это несложно, заезжайте в поселок Ахштырь, и там, буквально, проезжая по главной улице, слева сразу видно такие живописные руины прямо около дороги. То есть, можно припарковаться, тут же выйти и посмотреть. На все это храм, этот хоть представляет собой руины, но активно используется, видимо, как храм, именно потому что храмовая утварь стоит, и постоянно свечки горят, какие-то иконки там висят. Что интересно, он очень хорошо сохранился, в отличие от других всех храмов, которые найдены там в долине Мзымты. В нем видны колонны и целый огромный свод. Красивая арка такая, завитая прещом, которая представляет собой западную стену входа в храм. Вообще создает очень такое необычное впечатление это место, очень такое древнего, старинного, что-то такого, прямо античного, где можно фильмы буквально снимать. Очень рекомендую посетить ее. Из других объектов, значит, еще было 2 интересных точки. Это крепость Мамайкале, которая находилась в поселении, сегодня называется это Грузинская Мамайка. То есть, к западу, выезжая из центральной части Сочи, из города самого, буквально попадаете сразу в эту Мамайку, как пригород. Там, если спуститься к побережью, там, где находится станция электрички Мамайка, так называется, вот прямо над этой станцией нависает такой холм, тузовитый плющом и такой закрытый забором. К сожалению, крепость, она расположилась здесь, но в свое время, видимо, в 90-х годах, я так помню, может позже, какие-то ушлые деятели решили там построить санаторий. Все огородили, оцепили, начали стройку и бросили все это, и закрыли. Все там собачьим вместе с крепостью. Ну, местные жители проделали дырку в заборе, там можно залезть на карачках, что называется, пройти по вот этим заросшим развалинам долгостроев эпохи постмодернизма. И там вот встретят такое двухэтажное здание, которое видно, в общем-то, даже с пляжа, купающийся, который вот внизу буквально, да, вот, если стоишь на крепости, они вот купаются, видимо, на пляже. Получается, двухэтажное здание находится прямо на окраине, оно, по всей видимости, на краю крепости и было построено, разрушив целый участок ее. Сама крепость за ним в виде таких заросших плющом рвов расположена, она очень сильно заросла, и местами можно спуститься немножко вниз между плющами, прослеживаются между плющом такие вот, как бы, сходы вниз, туннельчики, и там видны арки сводов из кирпичей, вот эти проходы все. И что самое интересное, эту крепость описывал еще Джеймс Бейл в XIX веке, хотя уже руины были. Известно, что она использовалась турками, известно, что она использовалась генуэстами, известно, что использовалась византийцами, которые ее достраивали. Изначально вообще она была построена римлянами и, возможно, даже на Боспорском каком-то поселении торговом. То есть крепость, по всей видимости, это с перерывами, может быть, но существовало более тысячи лет. И вот такая печальная судьба постигла ее в эпоху тотальной безответственности человеческой. Добраться немножко сложновато, вот лезть надо, но можно посмотреть и пощупать, прикоснуться к этой древности. Ну и последний момент, который я хотел отметить, это вечное место, это уже Лазаревский район, долина реки Аше. В верховьях реки Аше находится Аул Калеш, популярный тем, что сюда приезжают туристы, там в конце за Аулом Калеш начинается длинная такая дорога, ведущая к двум водопадам Пседах и Шапсук. А налево ведет через реку такой хлипкий деревянный мост, расшатывающийся, очень такой бодрящий. Туда люди переходят, слева там ресторанчик такой, и находится пещера. Ведьмина называется пещера, в которой сезон, когда открывается сезон, говорят, что там на лодке можно будет, ну как бы возят туристов на лодке прямо внутри пещеры. Там своды полтора-два метра, туда проведено электричество. А если пойти не в левую сторону от моста, а в правую, в сторону востока, там открываются такие поляны красивые, лошадки пасутся, и оттуда дорога ведет наверх, на плату, называемая плата Калештам. И вот эта плата Калештам, она настолько богата археологическим материалом, что вызывает такое мистическое ощущение вот этой древности. Но первое, что бросается в глаза, это знаменитый Менгир, огромный двухметровый камень с выдолбленным таким посередине, как будто мечом выпуклённым. Причём с двух сторон, и внизу такой площадочке, куда люди монетки кидают. Такое ощущение, как будто знак на входе в княжеские, там, я не знаю, аулы, к примеру, или в какую-то зону жреца, где жил жрец. Там сверху дольмены разрушенные лежат. Считается, что некоторые из них одни из самых древних, одни из самых древних, точнее, на Северо-Западном Кавказе. И если пойти дальше по вот этому плато, на восток, можно встретить некоторое количество ещё дольменов, причём разных видов. Встречаются удивительные такие вот места, как по описаниям, там были курганы, которые раскопали археологи, но вокруг курганов они оставили вот в виде лабиринта выставленные камнями, камни, да, камни как бы вот так с завитушками двумя, сделанные в виде лабиринтов. Такие круги камней. По типу как в Стоунхенш, ну, Стоунхенш это огромные камни, а этот маленький выстроен в виде таких каких-то типа как капищ, что ли. Ну, очень необычная вещь. Очень смотрится так, вот впечатляет, ощущения оставляют такие странные достаточно. Вот. И если пройти ещё дальше на восток, то можно, в общем-то, через там кусты придётся пробираться, дойти до такой естественной, природной, такой красочной, как-то здесь, достопримечательностью. Видика огромных таких валунов несколько метров высотой, каменных, сложенных, как каменная стена. Она и называется каменная стена. На вершине её выстроена такая вот метра два кладка из камней, видно искусственного происхождения. Ну, насчёт неё там разные высказываются мнения. Кто-то говорит, ограды для скота была, вот там аул был, потому что наверху там сады остались. Кто-то говорит, что это может даже крепость какая-то была, потому что когда-то Челеби упоминал в районе реки Аше крепость Мохо. Очень ветхую. Это 1634 год. Ну, на этот счёт спорные данные, но посмотреть это всё можно. В общем, вот такие основные результаты поездки, основные места, которые были зафиксированы в этом районе. Более подробно о них я описываю на своём канале в Яндекс.Дзен. Вы можете переходить по ссылке в описании к ролику и почитать мои посты. Не все ещё из них я выложил, в ближайшее время будут ещё выкладываться. В общем, и, пожалуй, на этом всё. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.